МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале ВИДНОЕ ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о темах выпуска. Трудовая суббота жителей Зелёных Аллей прошла плодотворно. Здесь всё в мусоре, в бытовом мусоре, здесь бутылки. Школа ухода поможет научиться ухаживать в домашних условиях за тяжелобольными и инвалидами. Как себя вести с больными, как нужно организовать быт. Многие такие сложности, которые раньше значения не придавали. Единый день безопасности в детском саду номер 19, Яблонька. Сегодня испытали как раз новую форму, когда нас дети сами обучают. Для жителей микрорайона Зелёная Аллея минувшая суббота оказалась по-настоящему трудовой. Они приняли участие в субботнике на территории вокруг Малого Тарычевского пруда. К неравнодушным горожанам присоединились и члены местного отделения партии «Единая Россия». На мероприятие побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Жители микрорайона Зелёной Аллеи мечтают о благоустроенной набережной вокруг Малого Тарычевского пруда. Десятилетиями этой территории никто не занимался, и активисты решили обратить внимание властей на эту проблему. Месяц назад здесь прошёл первый субботник, организованный жителями и поддержанный районной администрацией. На этот раз подключилась Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Мы для себя определили, чтобы за этот год вычистить территорию этого замечательного пруда и близлежащую территорию, для того, чтобы здесь можно было на перспективу благоустроить замечательную общественную зону. Со стороны Зелёных Аллей жители домов своими силами стараются держать территорию вокруг пруда в чистоте. Основным фронтом работ был противоположный берег по улице Школьная, где кроме уборки необходимо было разобрать деревянные конструкции, в последнее время служившие местом обитания асоциальных элементов. Здесь находились погребы жители, которые проживали здесь давно, я так понимаю, годов 70-60-х. На данный момент они не используются, но, к сожалению, постройки никто не убирает. Это самострой, вот сейчас происходит уборка. Более 150 человек пришли на помощь жителям микрорайона. Члены и сторонники «Единой России», сотрудники администрации и муниципальных предприятий выносили мешки с мусором из самых труднодоступных мест. Здесь всё в мусоре, в бытовом мусоре. Здесь бутылки, здесь пакеты с мусором, которые люди, я не знаю, не доносят почему-то до помойки, они выбрасывают так в овраг это всё. То есть я не знаю, кто здесь живёт. Муниципальная управляющая компания обеспечила всем необходимым инвентарём – граблями, перчатками и мешками. Работы продолжались в течение семи часов. За это время было вывезено более 120 кубометров мусора, пострижена трава и опилены ветки деревьев. После чего данная территория стала ещё на один шаг ближе к будущему благоустройству. Естественно, нужен проект для того, чтобы превратить эту зону уже с дорожками, с освещением. К этому Валерий Николаевич нас пригласил, и над этим мы работаем вместе с жителями, кстати говоря. Работы по приведению в порядок набережной Малого Тарачёвского пруда будут продолжены. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центре социального обслуживания «Вера» начала работу школа ухода. В ней все желающие могут пройти курс обучения навыкам помощи в домашних условиях тяжелобольным и инвалидам. На одном из первых занятий побывала и наша съёмочная группа с учениками, и преподавателем пообщался Максим Козлов. С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области. Согласно им, в Подмосковье появилась новая форма социальной поддержки – выплата ежемесячного денежного пособия лицам, ухаживающим за инвалидами первой и второй группы. Но чтобы получить эту выплату, необходимо окончить вот такую школу ухода. Тщательный уход за тяжелобольным или инвалидом. Поэтому постоянно 2-3 часа мы его поворачиваем, меняем местоположение, мы спроветриваем помещение, мы делаем гигиенические ванны, процедуры. Программа школы разработана Министерством социального развития. 5 часов теоретических занятий и 3 практических. Вадим Ланцов, пенсионер, приехал из Одинцовского района. Он ухаживает за родственницей, инвалидом первой группы. Учится прилежно, тщательно все конспектирует и активно обсуждает полученные знания. Соцзащитники мне подсказали, что такие курсы сейчас вводят. И чтобы правильно осуществлять уход, надо, соответственно, пройти те курсы. Очень много нового, в частности, как себя вести с больными, как нужно организовать быт. Ну и многие такие сложности, которые раньше значения не придавало. Здесь акцентировано это внимание и теперь, как бы, мы знаем и будем поступать правильно. Только после окончания школы гражданин, ухаживающий за инвалидом первой или второй группы, сможет получать ежемесячную выплату. Ее величина привязана к прожиточному минимуму, установленному в Московской области для пенсионеров. И в настоящий момент составляет 18 274 рубля. На этих уроках дают только важную информацию. Уроки у нас проводятся и по уходу, и по гигиене, по реанимации, да, какие-то сложные ситуации, какие-то психологии, очень много психологии преподаем, потому что возрастные изменения, они, как бы, имеют место, да, и мы с возрастом подвергаемся. И как с этим справляться, да, конфликтные какие-то ситуации, как с пожилым человеком находить общий язык. Уроки бесплатные, по сути, записаться на них может любой желающий, например, волонтеры или сотрудники благотворительных организаций. Данные занятия посещают и некоторые работники Центра Вера. Здесь мы учимся чему-то новому, как чего-то мы не знали, и к нашим знаниям мы это добавляем и практикуем. Появляются новые способы реабилитации, то, чего раньше не было, как новые ухаживающие средства, о которых мы не знали, например, ванночки, чтобы помыть голову бабушке, дедушке. Но для того, чтобы получить выплату одного, окончания школы ухода мало. Закон устанавливает жесткие требования к претендентам на получение выплаты. Прежде всего, это граждане, проживающие на территории Московской области, не имеющие судимости, не имеющие заболеваний, психических расстройств, наркотической зависимости, токсической зависимости и не болеющие туберкулезом. Гражданин должен не иметь постоянное место работы на территории Московской области, и он принимает на уход, обслуживание инвалидов первой и второй группы. По окончании школы ухода гражданину выдается справка. Впоследствии специальная комиссия Министерства социального развития будет проводить проверки качества ухода за инвалидом. Продолжается прием заявок на участие в ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье». Одну из них подала видновчанка Теяра Велиметова, написавшая роман о своем кумире и земляке великом эстрадном и оперном певце Муслиме Магомаеве. О работе всей своей жизни, творческих планах и о том, как она собирается потратить премию в случае победы, автор рассказала нашей съемочной группе. Мы пришли в гости к Теяре Велиметовой в ее квартиру на Жуковском проезде, где она живет уже почти 30 лет. Хозяйка дома встретила нас чаем в традиционных азербайджанских стаканах, армудах и собственноручно приготовленной пахлавой. На столе портрет ее кумира Муслима Магомаева. Наша героиня увлеклась творчеством орфея 20 века Муслима Магомаева в 12 лет, а в 60 внезапно написала книгу о своем кумире, с которой и идет на конкурс «Наше Подмосковье». Над книгой педагог с 30-летним стажем начала работу два года назад, уже будучи на пенсии. До этого никогда ничего не писала, но всю жизнь пристально следила за судьбой и творчеством своего любимого артиста-земляка. Хоть и была у него на концерте всего лишь раз в жизни – в 17 лет. Я пошла с цветами, и вот как розы были у меня, 11 штук. И когда он спел первую песню, я боялась, что я не успею, я подошла к нему, вот так вот приблизилась к нему, маленькая такая, он такой высокий, аристократ. И я вот так приблизилась к нему, я вот так, я ваша землячка. А он так обнял меня, говорит, очень приятно. Даже сейчас, вспоминая свою единственную встречу с кумиром, Тияра не может держать слез. Жалеет лишь об одном, что не могла чаще ходить на его концерты. Работая над своей книгой, она изучила все возможные материалы про Магомаева. Его интервью и авторские книги – воспоминания близких и друзей. Издание «Долгая любовь моя» основано на реальных событиях и повествует о том, как судьбоносная встреча в Баку в 1972 году перевернула жизнь знаменитого баритона и солистки Большого театра Тамары Синявской. Они были молодые, красивые, она была замужем. И вот этот роман, действие этого романа у меня идет два года и заканчивается как свадьбой. Вместе с редактором книги, известным краеведом Алексеем Плотниковым, они две недели по вечерам готовили роман к публикации. После того, как я написала книгу, у меня стояла архи-сложная задача, чтобы Тамара Ильинична Синявская дала добро. У нее на столе лежала моя рукопись больше полгода. Наконец она сказала, значит, мы хотели назвать, я хотела назвать «Ты моя мелодия», она сказала «Нет, долгая любовь моя». Очень помог в издании романа и глава города Видное Моисей Шамаилов. Презентация книги прошла в историко-культурном центре в марте этого года. Издание тиражом в 500 экземпляров «Тиара» издала на собственные средства, но принципиально ее дарит, а не продает. Роман высоко оценило литературное сообщество. Автора в этом году приняли в члены Союза писателей России и наградили золотой есенинской медалью. В премии «Наша Подмосковья» она решила участвовать ради своего кумира. В случае победы наша героиня мечтает переиздать книгу, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с историей последней любви Великого Орфея XX века. Родственники и земляки, живущие в Видном, поддерживают ее инициативу. Это моя тетя, которая всю жизнь посвятила Муслиму Магомаеву и его творчеству. Она написала прекрасную книгу, которую я прочитала на одно мгновение. И я считаю, что она достойна премии губернатора Московской области. Книга прекрасно иллюстрирована. Здесь можно найти не только уникальные кадры самого Магомаева, но и его художественной работы. Ведь после ухода со сцены он посвятил себя другой своей страсти – живописи. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Пьянство на дорогах – одна из самых главных проблем для сотрудников ГИБДД. Ведь дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей, как правило, имеют очень тяжелые последствия. В минувшие выходные в Московской области состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Наш мобильный репортер наблюдал, как проходит акция в Ленинском районе. Сотрудники госавтоинспекции останавливали водителей, проезжавших мимо станции Расторгуева. Главной задачей было выявление тех, кто сел за руль в нетрезвом виде. Но также проводили проверку и на предмет других нарушений. За два часа работы в субботу вечером инспекторы остановили более 200 автомобилей. Водители с пониманием отнеслись к просьбам предъявить документы, а иногда и открыть машину для досмотра. Извините, как вы вообще к проверкам на дороге относитесь? Да нормально. Надо нам поверить в святое дело. Надо отметить, что подобные мероприятия стали проходить регулярно, и частота выявленных нарушений заметно снизилась. За время данного рейда водителей в нетрезвом виде обнаружено не было. Других серьезных нарушений также не зафиксировали. В детском саду номер 19 «Яблонька» состоялся единый день безопасности. Сотрудники ГИБДД, МЧС и Госадом технадзора проверили у детей знания поведения на дороге и во время пожара. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. Единый день безопасности проходил по всей Московской области. В «Яблоньке» акцию решили провести в новом формате. Ребята через игру показывали свои знания правил безопасности на дороге, при пожаре и поведении на детских площадках. Сегодня испытали как раз новую форму, когда нас дети сами обучают. Очень понравилось, очень активные ребята себя показали. Знают правила дорожного движения, мы за них уверены, что они теперь действительно нарушать не будут. И может быть, как вырастет, как наша смена, либо для управления Государственной инспекцией безопасности на дорожном движении, либо для МЧС. Представители каждой структуры внимательно следили за действиями ребят. Так сотрудники ГИБДД могли увидеть, знают ли дошкаляты дорожные знаки, правила поведения на проезжей части, а также применяли свои знания в деле. Дети принимали активное участие, где они, в принципе, сами показывали, как нужно себя вести на дороге, как нужно управлять транспортным средством, нужно переходить в проезжую часть, собирали светофоры. То есть сегодня ребята были в качестве учителей. Больше всего детям запомнилось появление пожарного в полном боевом комплекте. Ребята смогли примерить на себя некоторые защитные элементы костюма. Сейчас просто к лицу и дыши. Держи. Глубокий вдох. На себя. На себя. Глубокий вдох. Делай. Дыши. Были показаны пожарные, пожарный автомобиль продемонстрирован, и боевая одежда пожарных, которая популяризирует профессию пожарного. Для дальнейшего развития и, может быть, стремление у детей стать пожарными, спасать и участвовать в ликвидации тушения пожаров. Сотрудники Госадомтехнадзора рассказали детям о поведении на детских площадках, а также объяснили, что делать, если их любимый снаряд вдруг оказался сломан. Наша задача была рассказать о безопасности на детских игровых площадках. В случае, если оборудование игровое или спортивное неисправно, чтобы детишки обязательно сообщали взрослым. Значит, в игре, как говорится, все рассказали. Дошкольники получили специальные памятки, в которых расписаны правила поведения в различных ситуациях. А после ребята преподнесли в подарок гостям энергичный танец. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. До встречи.